Пятый урок. Молитва, духовное дыхание. Есть хорошее сравнение. 1. Служение Богу, пища для Духа. 2. Служение Божие, питье. 3. Молитва, дыхание. И для духовного роста, и для здоровья они также важны, как, соответственно, пища, питье и дыхание для тела. Но молитва важнее всего, как и дыхание для тела важнее всего. Рост в искусстве общения с Богом через молитву положительно влияет на все. Мы смотрели на молитву в ракурсе тайной комнаты и непрестанной молитвы. Это их формы. Но их можно разделить на два вида по смыслу. Молитва, приближение к Богу и освящение. Псалом 104, 4. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Молитва главной заповеди. Матфея 22, 37-38. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Это должно быть главной целью христианина и главным предметом его молитв. Бог – источник всего благого, всех хороших перемен. И приближаясь к Нему, мы приближаемся к этим переменам. Их становится все больше. Освящение, удаление из жизни всего того, что мешает этим переменам. Зло, грехи, проклятия и т.д. И если мы прогрессируем в этом, то все к этому прикладывается, и из этого все вытекает. Иоанна 15, 5. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Матфея 6, 33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6, 6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Именно когда мне удалось наладить ежедневную молитву от одного часа до четырех часов, даже когда я работал по 12 часов в день на тяжелой физической работе, только тогда я узнал, что такое настоящее христианство, вкусив счастье того, когда и близость с Богом, и жажда по большему непрерывно возрастает с каждым днем. И именно с того времени Бог начал постоянно поднимать меня все больше и больше в самых разных сферах моей жизни. Служебные молитвы, ходатайство, духовная война и так далее. Матфея 22, 37-40 Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 1 Тимофею 2, 1 Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Молитвы за пробуждение, за текущие проблемы, за других людей. Молитвы отвоевывания территории для Иисуса Христа. Первой молитвой мы служим Богу, второй – и Богу, и людям. Луки 11, 9-10 И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. В молитве важна неотступность, безусловность и богоугодность. Когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. 1 Иоанна 5, 14 Важно молиться до ответа и жить правильной христианской жизнью. Иоанна 5, 16 Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. Сейчас Бог показывает, что необходимо ежедневно молиться объединенной молитвой за пробуждение к Богу и за нарастание пробуждения до пика глобального пробуждения и в нашей жизни, и в мире. Это можно совмещать с другой важнейшей ежедневной практикой молитвенным просмотром свежих здравых материалов о пробуждении на этом канале или там, где вы точно уверены, что материалы достаточно качественные и ничем не навредят. Сейчас сезон пробуждения, и те, кто начинает всерьез двигаться в него, молиться за него в постоянстве, получают особое благоволение от Господа. Он ценит и ищет таких людей. Несмотря на то, что я уже имел достаточную близость с Богом и прочие существенные плоды, когда я всерьез начал двигаться в пробуждение и в постоянстве молиться за него, мое хождение с Богом и плодоносность пережили настоящую революцию. При этом уровень близости с Богом и сопутствующего счастья вырос во много раз и продолжает расти. Пусть Господь благословит, чтобы в вашей жизни было даже больше этого. Если вы готовы, давайте помолимся. Господь Иисус, спасибо за подаренное Тобой спасение. Помоги, пожалуйста, мне жить христианской жизнью, жить в духовных дисциплинах, особенно наладить постоянную развивающуюся молитвенную жизнь за приближение к Тебе, освящение и наращивание мега-пробуждения. Помоги наладить ежедневную тайную комнату. Слава Тебе и спасибо за все. Аминь.